Совершенно случайно Андрей Витальевич попал на вечеринку. Нашел самое огромное местечко, где можно и пописать, и записать вам... Приветствую, что ли? Здравствуйте. Все чаще вздумываюсь над тем, что жизнь на самом деле это одна, но она-то делится на всякие моменты, когда ты чувствуешь себя в разных шкурах, во всех смыслах причем. Но если я таки давать те шкуры, которые вы привыкли слышать, я говорю о других. И это очень забавно и интересно. Мне так кажется. Хорошего чаепития, а я пошел дальше. Раньше за собой не замечал, но сейчас понял. У меня есть способность. Я вижу шлюшек за километр. Здесь их очень полно. Что здесь у нас? Я, 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 я. В стрип-клубе была, говорит. Оделась, пришла. Не то, что вот эта женщина. На Грейме, блядь. Баллотируется. Баллотируется. Баллотируется на Грейме. Давно не виделись, да. Отпустили, там уже давно. Идем зайдем. Слышь ты, фуражка. Что ты быстро сдался? Я здесь ни при чем. Понеслась. Вот я даже это все расскажу на камеру. То, что я понял с сегодняшнего вечера ночи. То, что вся жизнь и все, над чем люди работают, это такая неблагодарная хрень. Это просто пиздец. Потому что есть два типа людей. Те, которые творят. И те, которые просто потребляют. И на самом деле, это как вечный двигатель. Эти дела для того, чтобы тебе хавали и отдавали свое время. Ты стараешься, ты что-то делаешь. То есть, понимаешь? Тем, кто просто, к примеру, куда-то приходят. Они просто пришли, носом покрутили. Да, они отдали свое время. Все там заплевали, засрали. Но, тем не менее, ты, блять, стараешься, чтобы они же пришли все же. Все-таки. Вот. И это такая хрень неблагодарная. Это просто капец. Так отвратительно. Столько усилий, столько стараний, чтобы... Это мы не о тусовках говорим. А вообще, кстати, если о тусовках, вообще это... Ненашинская. Ненашинская тусовка. То есть, я не знаю, я не могу просто так приходить и отдавать свое время. Мне как-то... Да. Мне проще что-то... Не то чтобы проще, мне хочется что-то творить больше, чем отдавать свое время. То есть, хочется отдавать свое время на то, что будет там строиться, к примеру. И, кстати, пока мы ехали домой, о чем я подумал? Ну, о такой хрени, как... В принципе, как любая, любая всякая хрень, над которой работают. То есть, есть люди, которые ни хрена ничем не занимаются. И те люди, которые что-то пробуют. Да, когда ты что-то пробуешь, у тебя не сразу получается. Но если ты... Но если ты сдался и ничего не делаешь, то это вообще уже все. Да. То есть, если ты что-то начинаешь делать, ты не знаешь, каким будет конечный итог. Получится, не получится. Но если ты просто бьешься в одну точку головой регулярно... Регулярность – это самое главное. То, может быть, что-то и получится. Но, по крайней мере, если вообще, то точно ничего не получится. Но, по крайней мере, если вообще, то точно ничего не получится. Поэтому единственный выход для тех, кто хочет что-то начать, что-то делать – просто бейтесь в одну точку. Кстати, теория, знаешь чего? Я вот, пока ехали в такси, опять же, откуда, ну, вот, все мы там происходим? Мы же все когда-то были сперматозоидами, правильно? И если существую я, существуешь ты и все вы, кто смотрите вот это вот все... Как все изначально было? Это была просто толпа таких же сперматозоидов. И все бились в одну матку. И, значит, что ты, ты меня смотришь, каждый из вас, каждый человек, что ты бился, бился, бился в одну точку... Среди миллионов. Среди миллионов. И ты ее пробил и попал. Ты не знал, почему ты туда бьешься, что ты туда лезешь, и сколько еще нужно туда пробиваться, но ты, сука, это сделал... И не знал же. И не знал же, что там будет что-то или не будет. И ты выиграл жизнь. Короче, надо быть сперматозоидом. Чего все началось, тем не закончилось. Вот, ну да, то есть так должна и вся жизнь проходить. Но мы-то живем, мы же не знаем, чем это все закончится. Да. Но все же, все же люди, понимаешь, умирают. А тут к чему тут биться? Во что биться? Да. Не поймешь, во что биться. Единственное, вот, о чем я... Так они обязательно понимают, главное биться. Ну, главное биться, но ради чего? Здесь же нет такого, что так хоп, ты перешел в другую какую-то хрень. В другую какую-то жизнь. Конечно же, может быть, после смерти там что-то еще будет. Нет, если ты ставишь цели и тому подобное. Тебе нужно к ним идти, нужно развиваться и так далее. Но если думать только о том, что, о, я же все равно умру, зачем мне что-то достигать? Ну, тоже, ну, вообще, понимаешь, жизнь не может быть бесконечной, поэтому мы бились в эту матку для того, чтобы у нас был новый левел, который вот сейчас. Да. А дальше оно же не может быть бесконечно. Это как любая игра. И главное, главное, что... Гейм овер должен быть. Что каждому свое. Кому-то реально круто сидеть и, блин, шпаклевать стены. Почему нет? Если ему это приносит удовольствие, если он это любит, почему нет? Надо заниматься своим делом. Самое главное заниматься своим делом. Жизнь — это игра. Я не знаю, почему, в какой момент я решил, что достаточно, что, типа, ну, хватит, типа, как бы, зачем дальше биться, пробиваться, дальше матку пробивать. Я не знаю, почему я сдался и решил, что с меня достаточно. Изначально, что я начинал, вот, биться и все такое. Я не просто сперматозоид говорю, а когда уже вот мне стукнуло, там, 17-18. Потому что я хотел какой-то лучшей жизни, чтобы переехать со своего города. И не то, чтобы наверстать, а забежать наперед, чтобы что-то получить. И этим то, что я получу, как-то обложить, например, там, себя вокруг и своих близких какими-то там бонусами, чтобы проще было жить, удобней и комфортней. Я пытался максимально вмокнуться в это все дерьмо, во все плохие стороны, из которых вы меня можете знать по видео, ради чего-то. Когда ты чувствуешь, что я уже все, я царь, у меня все охеренно, вот именно в этот момент нужно подумать, что нет, нихуя, и еще в два раза больше ебашек. Потому что именно тогда, когда ты понимаешь, что у меня все охеренно, ты все теряешь. Совершенству нет предела. То есть тебе нужно долбить туда, в самый глубь туда идти постоянно и никогда не останавливаться. Никогда не останавливаться, потому что, ну, типа, не будет такого этапа в жизни, когда ты такой, все, мне достаточно, все, можно ногу на ногу закинуть. Нет, будет такой этап, будет такой этап. Да, не будет такого, понимаешь? Но когда ты понимаешь, что такое этап. Это плохо, его не должно быть. Вот, вот, ты такой пришел и, не, шел-шел и такой пришел. Не должен ты прийти никуда. Ты не должен прийти. Должен постоянно быть процесс, бесконечный. Да. А если ты уже такой пришел и сел и думаешь, что это весь поверь, что твоя жизнь... Все, да, ты не дошел. В жопу просто. Нужно идти бесконечно. Да. Там есть творог просроченный, я его буду кушать. Он вчерашний. Я бегала в туалет. Всем приветик. Сегодня знаменательный день. Сегодня у моей сестры и у всеобщей Павлушкиной сестры фан-встреча. Первая фан-встреча. Мы решили ее устроить, пока еще у нее не так много фанатов. Пока еще подписчиков не так много. Потому что, когда много подписчиков, очень тяжело с ними разбираться. Очень тяжело с ними фотографироваться. Очень много становится хейтеров. Всем пизды не раздашь. Поэтому пока подписчиков мало, мы решили устроить фан-встречу, чтобы со всеми можно было сфоткаться. Повела всю толпу сестра на кофе. По встрече сестры, смотри, сколько народа пришло. В описании будет ссылка на влог с фан-встречи. Ей всего 15 лет. Вылетаю я с балкона после первого патрона. Также в описании есть ссылки на мою песню в iTunes и Вконтакте. Так что переходите, слушайте, скачивайте. На месте не стоим, спим мало. Делаем дела. Кто-то ржет как долбой. Немножко отстает, я подумал, в смысле? А что это он говорит после меня? Кручит твою бабу где-то возле обухави. Кто-то сыпает подъезде. Это сучье возмездие. Пошли нахуй все с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok